МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте продолжим обсуждение актуальных событий на этой неделе. И с нами, напомню, Малик Дудаков, политолог, американист, и Дианис Спектр, политолог и блогер. Малик, у меня к вам вопрос. Ну, не вопрос, вернее, хотелось бы услышать ваше мнение, насколько, кстати, это обсуждают в России. Я говорю о выступлении Джо Байдена с заявлением по поводу экономических итогов первого года его президентства. Показатели ВВП за первый год моего президента демонстрируют, что мы, наконец, строим американскую экономику для 21 века с самым быстрым экономическим ростом почти за 4 десятилетия, а также с самым большим годовым приростом рабочих мест в американской истории. Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем китайская, подчеркнул нынешний 46-й президент по счету. Это не случайность, продолжал Байден. Ну, видимо, надо думать, что, если так, продолжить под его чутким и мудрым руководством, у нас с экономикой, слава богу, все в порядке. Ну, правда, американец, который приходит в магазин или заправляет свою машину, как-то у него другое ощущение от того, что происходит с нашей экономикой. Но Байден говорит, что его экономическая стратегия просто работает безотказно. Малик, вам слово. Ну, смотрите, в общем-то, Байден, опять же, то, что говорит Байден, это логично услышать от него, да, он же не будет говорить о том, как все плохо. Ну, а действительно, он может оперировать цифрами, например, цифрами роста ВВП. Кстати, ВВП за 2021 год в Америке вырос на рекордные за очень долгое время, там 6, по-моему, процентов будет. Ну, вот, правда, нужно понимать, что это, конечно же, был рост восстановительный, да, после падения во время кризиса на 2020 года, да, вполне логично ожидался восстановительный рост. Там, неважно, кто был бы на месте президента, там, Трамп или Байден, он был бы, ну, при Трампе он мог бы быть, наверное, немножко повыше, вот, при Байдене, может быть, немножко пониже, но смысл в том, что действительно высокий, да, потому что у тебя есть эффект низкой базы. Здесь важно другое. Здесь, наверное, два момента важны. Первый момент связан с тем, что предварительные прогнозы на первый квартал 2022 года показывает то, что этот самый резкий рост, он сейчас уже быстро замедляется, да, и в первом квартале американская экономика может вырасти, примерно, на 1%, во-первых, Голдман Сакт, у него видел последний прогноз, и 1%, это, конечно, очень мало, да, это уже, в общем-то, де-факто стагнация, то есть то, чего многие экономисты сейчас боятся, того, что вот после восстановительного роста начнется резкая стагнация, да, потому что новых каких-то, вот, не знаю, таких мотиваторов, каких-то таких вещей, которые могли бы, да, снова подзапустить экономику, уже, в принципе, уже нет, да, там, Байден не предлагает понизить налоги, например, да, как сделал Трамп в свое время, что, в общем-то, запустило на 2 года и подхлестнул новый экономический рост. Вот, все, что Байден предлагает, наоборот, повысить налоги, например, да, что, наверное, у него не получится, но тем не менее. Вот, при этом другой момент, да, связан с тем, что ВВП, ВВП – это сухие цифры, да, да, и, там, ты не наешься цифрами ВВП, поэтому, конечно, 6% – это хорошая цифра, да, там, эти будут оперировать, безусловно, либеральные медиа, либеральные экономисты и так далее. Вот, ну, как вы правильно отметили, да, для, там, обычного человека, да, всегда, конечно, важнее то, какие там цены, например, в супермаркете, да, и все ли продукты есть на прилавке в супермаркете, и какая цена на бензин, например, сейчас, да, и, конечно же, да, даже если у тебя такой высокий рост, инфляция при этом еще выше, там, официальная 7,2%, неофициальная, потребительская уже больше 10%, да, и она, конечно же, гораздо сильнее влияет на жизнь, да, на простого гражданина, чем какие-то и выкладки о, там, росте экономики. Вот, и это, безусловно, идет по рейтингу Байдена, я думаю, что, к факту, главная причина, почему они сейчас такие низкие, да, я, например, вот, некоторые последние опросы выходящие показывают, что у него даже рисунка пустилась в 33%, ну, а средний рейтинг, там, у него 40%. Вот, и, конечно же, да, вот, ситуация с инфляцией, ситуация не очень хорошая, да, на рынке труда, где, там, жуткий дефицит рабочей силы, при том, что там немалое количество людей, видимо, теперь отказываются работать, или, там, уже привыкли, вообще-то не работать за два года пандемии, не хотят возвращаться, ну, вот, кто-то не хочет работать, потому что для этого нужно вакцинироваться и так далее. Вот, это, конечно, тоже, в общем-то, бьет по экономическим перспективам Америки на ближайшие кварталы, на ближайшие, там, пару-тройку лет, и усложняет надеяться демократов на предстоящих промежуточных выборах, которые пройдут всего лишь, на самом деле, через 9 месяцев. Да, ну, наверное, отсюда вот эти все бравурные заявления, бравурные. Я должен сказать, что он же продолжает настаивать, что мы снова строим будущее в Америке. Вот это его программа, Build Back Better, она ведет на светлое будущее. Такое впечатление, что ему или не рассказали, или он забыл действительно о том, что у нас существует, но это уже даже не инфляция, это стокфляция. 7,2 процента. За последние 39 лет ничего подобного не было. То есть мы возвращаемся в начало 80-х годов. Но он говорит о том, что это американская экономика 21 века, надо сохранить этот импульс, как он говорит, и укрепить цепочки поставок, укрепить наше производство, ну, буквально как выступление на съезде коммунистической партии. Помню, в 80-е годы, как раз в 70-е, примерно вот такая риторика была у руководителей СССР. Дионис. Знаете, я знаком с речью Байдена, и мне было очень больно и стыдно слушать его речь. Почему? Потому что я, в отличие от Байдена, Байден живет на территории Белого дома, я живу в Америке, я живу в очень американском городе Питтсбург. Я хожу в магазины, я заправляюсь. Моя жена ходит в магазин, она тоже заправляется. У меня не отшибла память, я прекрасно могу сравнить, даже если забыть, кто сейчас президент, и кто был президентом полтора года назад, я могу сравнить, как сейчас и как было полтора года назад. Очень жаль, что Джозефу Байдену не показали вот такую картинку, не знали, вы увидите. Это мне представили картинку из штата Вирджинии, вот как выглядят некоторые магазины наши. Посмотрите. Нет, немножко, да, вот так, да. Пустые полки. Да, это вот такая вот. Это где у вас в Питтсбурге? Нет, нет, это Вирджинии. У нас в Питтсбурге нет, таких, к счастью, еще нет. Но есть уже полки магазинов, в которых нет элементарных вещей. И мне очень жаль, что Байден об этом не знает. Практически вот то, что Байден говорил, я с вами, Геннадий, полностью согласен, это риторика была советского времени, это был доклад Леонида Ильича Брежнева на какой-то там 22-м или 23-м середе о том, что происходит в стране. Но я считаю, что нужно всегда отталкиваться и разговаривать с обывателем. И вот такими обывателями, как я, нужно разговаривать с жителями Америки. И я знаю, откуда пошли ноги, значит, буквально несколько дней там назад совершенно левый сайт Yahoo опубликовал финансовый отчет, в котором были все эти цифры. И я даже успел познакомиться, значит, и как нотаригируют наши, значит, наши левые Чи Гевары, я их называю. Вообще-то у них дикий восторг о том, что цифры растут, но никто не знает о том, что почему это произошло. Дело в том, что когда был трамп, вы помните, была политика такая, когда запретить людям, то есть уменьшить количество людей, которые приезжают по иностранным визам и занимают позиции программистов и разных других специалистов. Для чего это было сделано? Сделано это было только для того, чтобы, во-первых, увеличить зарплату людям, которые живут в Америке, и, во-вторых, чтобы люди, которые живут здесь, получали работу в первую очередь. И это, конечно, дало свой результат, значит, экономика очень пошла вверх. Что произошло при Байдене? Байден опять ввел эту визу, Байден дал возможность всем нелегалам, всем приезжали чисто, занимать эти работы. Понимаете, произошел сильный скачок, вот люди не работали, а вот сейчас всем начали давать визы, и не только давать визы. У нас же, по-моему, в прошедшем году 2 миллиона нелегалов попали в Америку. Эти нелегалы сразу дают работу. В некоторых штатах нелегалам вообще отношение лучше, чем к нашим ветеранам. И вот поэтому образовались такие цифры. Но финансовый отчет сайда Yahoo, он же не учитывает того, что в Америке живут люди, такие, как я, которые ходят в магазины, которые видят, что происходит. Значит, за 30 лет я, в общем, ничего подобного не видел, когда, значит, куда ни ткнись, везде, везде большие проблемы, везде шорточ, везде нехватка. Если вы, например, захотите купить юзаную машину, вы ее либо не купите, либо заплатите ее в 2 раза. Если вы захотите купить новую машину, ее тоже не будет. То есть вы приедете на 9-7, там будет 2-3 машины, вас, наверное, поставят на очередь, но вы тоже сразу ее не купите. Если вы захотите купить, например, элементарную вещь, вам, например, нужен спрей для того, чтобы подкрасить ржавчину и предохранить, вы пойдете в магазин, вместо автопарции, не факт, что вы найдете эту вещь. Жалко о том, что Байдену об этом не сказали, и жалко, что, значит, министр транспорта Питер Бутидич тоже вот и тоже ничего ему не смог объяснить в ситуации, почему у наших магазинах нет самых элементарных вещей. Нет, нет, голода нет, мы не умираем. Но должны же быть люди, которые должны говорить ему правду. Я даже слышал о том, что родная сестра народной сиделки Америки Джилл Байден при общении с Байденом сказала ему, то есть он узнал об этом не от своих помощников, а от родственников о том, что какая в Америке сумасшедшая инфляция, ну, в общем-то, он на это особо никак не отреагировал. Вот, если мы вернемся опять к речи Байдена, то я не могу не сказать о тех ляпах, о которых он сказал. Во-первых, он сказал о предстоящих выборах, которые будут в Конгрессе, он сказал так, что если демократы не победят, то эти выборы нужно считать недействительными. Не доставайся, пойти, беспредальница, не доставайся ты никому, либо мы побеждаем, либо эти выборы вне закона. Это сказал президент страны. Вообще, можно себе представить, если вот такую вещь сказал, например, Дональд Трамп, можно себе представить, какой по счету уже готовился бы ему импич, как бы его объявляли в захвате власти. Вот, поэтому речь Байдена, особенно, это была, если я не ошибаюсь, пресс-конференция, это либо вторая, либо третья пресс-конференция Байдена за все время. Но ни для кого не секрет о том, что когда Байден дает пресс-конференцию, она должна быть хорошо подготовлена. Значит, люди, которые будут задавать вопросы, это должны быть правильные люди. И тематика вопросов, которые будут задавать, должна быть на тему, чего изволите, господин президент. Значит, те немногие журналисты, которые попытались спросить у Байдена какие-то вопросы по инфляции, он им ответил очень грубо, в матерной форме. Вот, мы все это слышали пару дней назад. Поэтому я считаю, что речь Байдена, которая была посвящена годовщине его нахождения власти, это просто большой один национальный позор. Ну, кстати, вы сказали о том, что нелегалы, которые сюда приезжают, у них и работы теперь. Я должен сказать, что я уже, по-моему, говорил об этом как-то, я был сам свидетелем в банке. Парень, вдруг он, откуда-то он приехал, из Казахстана или из Киргизии, много здесь таких, когда у него, он попытался открыть банковский счет. Вот, и его спрашивает работник банка, какие при нем есть документы. Он говорит, при мне никаких документов нет, и начал вдруг рассказывать, что он перешел границу с Мексикой. Сейчас многие переходят, кстати, очень много россиян переходит сюда, к нам в Соединенные Штаты, именно через мексиканскую границу. Ну, это кроме Гондураса, Гватемалы и так далее. Вот, и самих мексиканцев. Так вот, он стоит и говорит, я, мол, у меня документов нет. Она говорит, ну, хоть какой-то. Он говорит, я вот когда переходил, потом меня пограничники поймали, они меня отпустили, но забрали мой паспорт. Паспорта у меня нет. Хотя он, говорит, так порылся в кармане, говорит, а вот это подходит. Я просто обмер. У него в руке был, я не знаю, может быть, это ситуация такая в Нью-Йорке. У него в руке была карточка Медикейда. Медикейд. То есть, он получает все бесплатно, абсолютно бесплатно. Я, проработав здесь, я в Америке живу 33 года. Кстати, 30 января 1989 года я именно вылетел из Шереметьево. 33 года назад. Так вот, 33 года я здесь живу, никогда я не сидел ни на каких пособиях. С первого дня, собственно, начал работать. Работать я начал в программе Петра Вайля, на Радио Свобода. Потом много лет работал в отеле консьержем. В общем, немало, немало я поработал здесь все 33 года. У меня медикейр. А это значит, что я плачу коупей, когда я иду к врачу. Потом мне присылают из медицинских офисов еще и счета, потому что все полностью не оплатила страховка медикейр. Люди, которые сюда приходят, они получают медикейд. А потом мы говорим о том, что у нас 7,2% инфляции. Это же все оплачиваем мы, налогоплательщики, из нашего кармана. Вот такая ситуация. Ну, и, видимо, это все влияет на то, о чем говорил Малек, на рейтинг президента. Шестеро из каждых десяти американских избирателей проголосовали бы на выборах 2024 года не за нынешнего президента Джо Байдена, а за любого другого кандидата на пост главы государства. Понятно, если бы такие выборы состоялись сейчас. Конгресс, вот последний опрос. Работу Конгресса поддерживают менее 30% американцев. Ну, наверное, потому что у нас вот такой широкий карман. Мы готовы триллионы долларов там куда угодно разбрасывая, печатать деньги. Видимо, отсюда вот такое впечатление у американцев, а нынешней власти. Малек, вот возвратимся давайте опять-таки к поддержке американцами нынешней администрации. Действительно, поддержка американцев нынешней администрации, она продолжает падать. Это вот просто длинный тренд. Все помнят, как Байден после инаугурации имел рейтинг там якобы в районе 60%. Я думаю, что в реальности он был ниже, но тем не менее. Да, и в общем-то, примерно с мая, там с апреля-мая с начала миграционного кризиса этот рейтинг Байден начал падать. В августе афганское фиаско, ну и с сентября, конечно, вопрос инфляции стал наиболее актуальным. И, в общем, вот 50%, 45%, теперь уже ровно 40%. И мы уже видим первые опросы, которые показывают, конечно, падение там в район, опять же, там 33%. Вот, и не менее, я думаю, что волнующим моментом для демократов должно быть то, что уровень поддержки его вице-президента, Камала Харрис, он еще ниже, на самом деле, чем у Байдена. То есть она еще более непопулярна, скажем так, или менее популярна, чем первый человек вот в этой паре, тандем. И для Байдена, возможно, да, там его рейтинги сейчас не играют особой роли. Особенно если, например, он все-таки не пойдет на второй срок. Сейчас он вроде как говорит о том, что он все-таки собирается, и он на второй срок, но, конечно, может в любой момент передумать и не пойти. Но для демократов такие низкие рейтинги своего президента, это, конечно, катастрофа, да, потому что, в общем-то, выборы в Конгрессе на НАСУ, они под угрозой потери большинства в обеих полках, поэтому приходится уже заранее включать методичку о том, что мы не признаем заранее итоги выборов. В общем, за 9 месяцев уже знаем то, что выборы будут нечестные, нелегитимные, понимая, какие будут результаты, не очень хорошие, да, для демократов. Поэтому уже сразу, в общем-то, будем объяснять, да, и свое поражение не тем, что у нас только провалов и нерешаемых конгрессов, да, а тем, что, значит, наши оппоненты, республиканцы, коварно не дают голосовать представителям меньшинства по почте. И вот из-за этого, значит, мы проиграли. И, соответственно, мы не будем обновать легитимность республиканского путинства, и все расследования, какие республиканцы, наверное, в 23-м году будут вести в отношении администрации Байдена, будем игнорировать. Вот. Это все, конечно, очень показательно, да, и, наверное, довольно грустно наблюдать такую картину, но это, в общем, то, что мы сейчас наблюдаем. Ну, я должен сказать, что вполне вероятно, они проиграют обе палаты, и отсюда вот вся эта тема, мы уже только ее затронули в первой части нашей программы, когда мы говорили о потенциальном нападении России на Украину. Лучше сместить акценты как-то так, перевести ударение на другую тему, потому что внутренняя ситуация, она просто ужасная для демократов, и ведет она к провалу действительно выборов. Другое дело, насколько эти выборы можно будет фальсифицировать, пока у демократов не удается провести избирательную реформу, отменить филибастер, потому что он их не устраивает. То, о чем вы сказали, голосование по почте, избирательная урна, чтобы выносилась за пределы избирательного участка. Ну, вот, казалось бы, нонсенс, но это у нас работало в 2020 году в определенных штатах. Так что там можно много чего сделать, и в таком случае сталинская формула себя проявит. Главное, не сколько голосовал, а главное, кто считает. Итак, вернемся к рейтингу Байдена. Дионис, ваш комментарий. Ну, знаете, я считаю, что если мы говорим о предстоящих выборах, если мы говорим о рейтинге Байдена, ну, вот, Малик сказал, что у него рейтинг около 33%. Я думаю, что сейчас очень рано преждевременно говорить о том, какая сложится ситуация в 2024 году. Но, значит, сегодня ситуация приблизительно такая. Если, например, Байден не пойдет на эти выборы, то, значит, с небольшим процентом, тем не менее, на первом месте Харрис, у которой 23%, у Хиллари Клинтон 17%, у Сандерса 12%, потом идет Пит Бутиджет, потом идет Варен и замыгает, а потом еще идет, после Варена идет Стейси Абранс, известная афроамериканская правозащитница, политик очень активный, которая принимала активное участие в выборах. И, значит, последние тройки тех потенциальных кандидатов, которые могут пойти на выборах, мы видим Аказия Кортес, которая имеет 6%, мы имеем Манчина 3% и один поливоин, как я его называю, и замыкает Клобу Чарльз всего 2%. Вот, по поводу, значит, того рейтинга, который есть Байден, я считаю, что он очень высокий, он закономерен, но он очень высокий, я думаю, что он значительно ниже, чем 33%, потому что даже демократы, такие оголтелые демократы, которые мне когда-то доказывали, как правильно, что Байден идет в президенты, вот уже я вот с ними разговариваю, и многие из них, они, в принципе, ну, они хотя бы сейчас громко молчат. Вот, и этот рейтинг будет дальше падать, и вы, значит, вы, Геннадий, заметили о том, что при таком количестве проблем, как у нас есть, при такой сумасшедшей инфляции, практически вот эта тема противостояния России и Украины, это как палочка-выручалочка, смещен акцент не с глобальных проблем, не с насущих проблем, которые беспокоят американцев, значит, говорят о тех проблемах, которые, в общем-то, не оказывают никакое влияние на тех людей, которые живут в Америке. Вот, это точно та же, как и тема 6 января, так называемое восстание, вот это тоже, но, к сожалению, оно им не помогает. Понимаете, демократы идут по такому принципу, у нас все плохо, давайте мы будем вас немножечко отвлекать, а давайте мы поговорим по 6 январям. Начали, значит, говорить о 6 января, ничего не помогло. Сейчас очень сильно в Уссуоле развивается тема противостояния. Почему? Потому что Байден уже угодована роль. Байдена, скорее всего, очень скоро объявят миротворцем. После того, как Байден встречается с Путиным, там будет найден какой-то мизерный компромисс, который вообще ни на что не повлияет, и войны не будет. Но, тем не менее, Байдена объявят миротворцем, человеком, который смог решить такую глобальную проблему, для чего это делается? Для того, чтобы отвлечь западный мир, для того, чтобы отвлечь Европу, для того, чтобы отвлечь Америку от наших насущных проблем. Поэтому, значит, Байден, вы совершенно правильно сказали, что низкий рейтинг не только у Байдена, низкий рейтинг у Камалы, очень низкий рейтинг в Конгрессе. Видимо, не случайно, пару дней назад, вы, наверное, слышали о том, когда наша Примадонна, нашего Конгресса, вот, моложавая Нэсси Пелоси, которая 26 марта этого года использовала 82 года, она сказала так, что отечество в опасности, она опять идет на выборы, она опять хочет быть впереди, она хочет поддержать все, она хочет помочь Байдену, она хочет спасти Америку, она хочет спасти рейтинг. Вот, и намного порядочнее поступил, это уже другая тема, наверное, другая тема, намного порядочнее поступил, значит, член Верховного Суда, который всего на два года старше, Нэсси Пелоси, Стивен Брейер, который сказал, что я устал, я ухожу. Но, знаете, у нас сейчас такая в Америке ситуация, когда мне очень напоминает это вот поведение наших публичных политиков высокого рану, мне это очень сильно напоминает поведение, значит, членам нашего политбюро, хотя мне кажется, они были немножко помоложе. Значит, членам политбюро было где-то 70 с чем-то лет, а членам американского политбюро уже за 80 лет, и пример того, что я так смеялся, я думал, что Нэсси Пелоси уже как бы заканчивается политическую деятельность, нет, она сказала, что она идет, она хорошо себя чувствует. Поэтому ничего хорошего, к сожалению, для Америки это нет. Мне всегда хотелось в Америке видеть молодых, энергичных людей, а не тех, которые годами, десятилетиями стоят у власти, и, к сожалению, мы сейчас видим результат этого правления. Ну, кстати, по поводу рейтинга Байдена мне запомнилось вот здесь, в нашей же программе, позиция Джона Вароли, он периодически выходит в передачу, ну, как так, по принципу ротации, он появляется где-то раз в два месяца, и вот в прошлый раз он тогда сказал, мы тоже обсуждали рейтинг Байдена, он говорит, ну, как же рейтинг упал, рейтинг очень сильно поднялся, я говорю, ну, объясните, в чем дело, он говорит, ну, как, вот 2020 год, февраль месяц, март месяц, Байден еле вошел в пятерку кандидатов от Демократической партии в президенты Соединенных Штатов перед выборами 3 ноября. Значит, весной у него была поддержка, он в своей партии, в Демократической, 17%, 17%, вот чуть не вылетел из этой пятерки, и таким образом мог вообще перестать участвовать в этой гонке, а сегодня у него там, допустим, 33%, 38%, ну, так это сильный взлет 17%, вот так сказал Варроли, мне это очень запомнилось. Ну, что, друзья, буквально по полторы минуты, вот поскольку уже Дионис сказал об этом, и так либеральный судья Верховного Суда Стивен Брейер планирует уйти в отставку, предоставив таким образом президенту Байдену возможность выполнить данные им предвыборные обещания, назначить первую в истории США женщину афроамериканского происхождения на должность высшем судебном органе страны. Демократы должны торопиться, поскольку, если они проиграют в ноябре месяце и Нижнюю палату, и Верхнюю, то уже МакКоннелл сказал, мы, говорит, все будем футболить кандидатуры, которые представит Джо Байден Верховный суд. Итак, Малик, вам слово. Ну, в общем-то, Стивена Брейера дожали, пытались на него давить уже больше года, с тем, что он как раз ушел до промежуточных выборов, а все-таки человек уходит. То, как Байден моментально объявил, что для меня важна и раса, и пол, в первую очередь, кандидата, все остальное уже не так важно. Там способности, его регалии и так далее. Главное, чтобы это была женщина и чернокожая. Это вот самое главное. Это вообще, конечно, очень показательно, насколько подобного рода дискурс стал теперь доминирующим среди вот либеральной Америки. Много сейчас, конечно, там ходит таких конспирологических теорий о том, что, может быть, он там выдвинет Камалу Харрис, да, с ее низким рейтингом, чтобы когда от нее избавиться. Вот я, честно говоря, в это не особенно верю. Я думаю, что как бы с Камалу Харрис все будет нормально, она останется вице-президентом. Ну, а, соответственно, кого назначить на пост Стивена Брейера, тоже, в общем-то, не секрет. Да, там один, в общем-то, единственный основной кандидат, там его бывшая помощница Джексон, фамилия, как раз чернокожая женщина. И я думаю, что так или иначе ее удастся протащить через Сенат. И по последней информации, демократы планируют ее где-то ближе к марту уже сделать новым студием Верховного суда. Ну да, это в тренде в сегодняшнем. У нас и Белоснежку будут снимать. Главная роль будет принадлежать латиноамериканке. Вот. Итак, Дионис, вам слово. Ну, я думаю, что ничего не произошло, никаких катаризм не будет. Значит, один член Верховного суда, которого уже год травят, чтобы он ушел, Стивен Брейер, он уйдет в свои 83 года. Он оказался намного порядочнее, чем Камала Харрис. На его место, безусловно, будет поставлена женщина с правильным цветом кожи. Вот. Кроме Кентечи Браун Джексон, есть еще одна кандидатура. Это Леон Дра Крюгер, которая, значит, в данный момент занимает дождь среди Верховного суда Калифорнии. И, значит, совершенно очевидно, что на смену Брейеру придет, значит, афроамериканская женщина и станет членом Верховного суда. По поводу Камала Харриса, это действительно конскрология. Но, знаете, когда вы, Геннадий, отметили, что когда были первичные выборы, в первом же раунде, когда, значит, мы все помним, когда Камала Харрис просто забила Байдена этой российской картой, разве кто-то мог предположить тогда, что в конце концов Байден окажется президентом, а Камала Харрис станет вайс-президентом? Мы тогда тоже думали, что это конскрология. По поводу тех действий, по поводу Камалы Харриса сейчас, да, действительно, информационное агентство, включая Брейдбер, они озвучили эту мысль о том, что Камала Харриса, которой вроде бы как надо избавиться, было бы неплохо, если бы ее туда засунуть. Да или нет, я думаю, что это, скорее всего, конскрология. Но, знаете, на первичных выборах, когда она заняла всего по 2%, мы все считали, что это будет конскрология. А вот оказывается, мы живем в такое время, знаете, все знакомы с рассказом Окна Эвертона, все в наше время возможно, но замена либерального соединения не окажет никакого влияния, там по-прежнему останется преимущество консервативных судей. И они с время подошло к концу, я благодарю, друзья, за информацию и высказанные мнения, дамы и господа, благодарю вас за внимание, до встречи в эфире, до свидания. Отлично. Как-то время пролетело незаметно.